Где уже посмотрели? Вот, наверное. Что? Подожди. Еще раз. Давайте посмотрим. Перед вами инсталляция «Я позволяю себе истекать», созданная в 2007 году. Она производит шокирующее впечатление на посетителей музея. Силиконовый манукен легко принять за настоящего человека. Подошел к картине вплотную и врезался в нее носом, словно пытаясь забраться внутрь. Из носа его течет кровь. Инсталляция снабжена насосом, который позволяет крови течь постоянно. Силиконовый манукен. Их изнутри стать не только автором, но и участником происходящего. А старое классическое искусство для него выступает не только как объект подражания, но и как строгий судья, перед которым предстоит современный художник, словно карлик пред лицом великого. Недаром картина, в которую он врезается носом, носит название «Портрет турнирного судья». Кровотечение из носа символизирует возбуждение, вызванное восторгом от увиденного шедевра живописи. И в то же время разбитый нос указывает на травму, которую вызывает у художника совершенное искусство старых мастеров. Инсталляция Фабра помещена между деревянным алтарем и церковным порталом нидерландской работы. Его герои окружают сцены из жизни Иисуса Христа и Девы Марии, канонические христианские сюжеты. Кровоточащий художник служит напоминанием о жертвенной природе творчества. Средневековые мастера создавали свои произведения для церкви во имя Бога и ради служения ему. Целью их было не прославить себя, а запечатлеть священный образ. Об этом напоминает картина все того же Рогера Вандер Вейдена, шедевр нидерландской коллекции Ромитажа, святой Лука, рисующий Мадонну, представленный на стене напротив. Ведь апостол Лука, согласно христианской легенде, был первым живописцем, кто изобразил Деву Марию и считался покровителем художников на протяжении столетий. Спасибо. 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 Спасибо.